здравствуйте уважаемые друзья подписчики моего канала я роман головин хранитель знаний сегодня поговорим на такую тему как обман всего человечества затрону некоторые аспекты чтобы вы понимали в каком мире мы живем почему не рассказывают о других цивилизациях и планетах то есть говорят все очень поверхностно во первых хотят чтобы мы развивались песочница то есть если вы еще не знаете то мы находимся в некой ячейке на огромной планете где нам отведено определенное место и нас покрывает купол и вокруг нас ледяной барьер и нас наши создатели не выпускают наружу что мы увидели на самом деле не мы живем это как вот фильме матрица что когда ты выходишь или ты например люди в черном раз вышел о оказывается все по-другому и мы живем в некой такой песочнице и нас стараются ограждать от ненужных знаний потому что наше сознание наш уровень души еще мало разве скрывают о цивилизациях скрывают о истинной истории не дают нам знаний у археологии о том кто раньше жил перед нами то есть это является и как форма развития то есть пока мы не достигнем определенной ступени развития нам не хотят наши создатели кто за нас отвечают куратора давать нам не нужную информацию потому что где-то эта информация может наоборот ускорить наше развитие где-то эта информация может нас увести в другую сторону поэтому они хотят давать но естественно и правительство частично обладает этой информации теми людьми которые находятся во главе всего как вы знаете президент не является руководителем стран это просто актер которому говорят что надо говорить и что надо делать и вот когда вот это истинная история возьмем в кавычки да это слово скрывается и потихонечку по крупицам люди начинают изучать сравнивать что говорит в институтах школах там что на самом деле происходило таким образом наша цивилизация развивается таким образом вы развиваете каждый своей сфере кто-то космос изучает самостоятельно кто-то археологию изучает кто-то пытается сравнить на земле кто-то пытается на земле сравнить то что было ранее то есть изучает геоглифы на стенах изучает сами строение с какого материала были сделаны города из чего сделано до какой кирпич использовали это все не вкладывается в рамках сегодняшней нашей цивилизации таких исследований исследователи становится все больше и больше эти люди дают информацию естественно современные ученые с ними не согласны потому что если они согласятся то вся их ложная история которая не придумывает есть целый институт который это все придумывает и спускает скажем так более низшим структурам чтобы они распространяли писали учебники определенные и так далее то есть наша цивилизация очень молодая на самом деле она не жила тысячи лет если это тоже обман мы об этом уже много видео снимали сейчас я не буду сильно глубоко в это вдаваться также космос если взять космос вам никогда не покажут когда космические ракеты вылетают в космос и со стороны что-то начинает снимать то есть ракета поднимается почему она поднимается не по прямой траектории она идет идет потому что купол то есть ракета не может туда полететь она идет идет раз и на нужную траекторию уходит определенные низшие слои атмосферы или там нижний космос потому что мкс она низко летает если вы посмотрите там то есть она не в космосе где-то находится а вот буквально всегда снимают из даже нету темных темноты нет и снимает вот буквально где свет и снимает какие-то материки как бы да где все знают на самом деле на планете гораздо больше материков их скрывают от нас чтобы мы не знали правители как бы знают о них не говорят есть земли которые правители не знают вот где мы живем то есть на самом деле ландшафт другой география другая физика другая химия другая что вы понимали то есть от нас много что скрывают то есть те технологии которые нам дают пишут под них историю формулы и так далее чтобы мы не знали до конца и не пользоваться теми технологиями которым нам не положено заранее пользоваться все очень грамотно подделывают очень много разоблачители существует но их никто не слышит потому что их очень мало как работают все вот эти площадки если ты человек который допустим говоришь в концепции того что говорит запад например то допустим youtube тебя будет продвигать если ты говоришь противоположные вещи тебе будут задвигать блокировать когда ты говоришь о духовном развитии настоящей истории о медицине настоящей как работает организм тебя будут блокировать постоянно множество раз нас пытались заблокировать там так далее видео удалять то есть очень сложно в этом мире говорить правду потому что со всех сторон тебя изолировать начинают и переписывается история постоянно истории каких-то государства история каких-то событий подгоняется нужно государства создать внутри своего государства внутри своего народа какую-то ситуацию чтобы люди собрались сплотились там шли там на войну лучше там продвигает национальные моменты какие-то что-то убирают перевирают переворачивать с ног на голову все равно все забывают люди которые помнили истории умирают молодежь ничего не учат ничего не помнят им легче всего втюхать что ты так далее то есть таким способом нас контролирует правительство они отделены от людей люди отдельно вот это всегда так было работают целые институты психологи все это поддается очень красивенько почему цифровой все цепляются за этот цифровой мир потому что через цифровой мир человека гораздо легче регулировать то есть подавать ту информацию кнопку пук нажал все распространилось все все читают а раньше же надо было газету напечатать там вот по каким-то каналам что как говорить по радио говорить а здесь все теперь элементарно то есть везде все это сливается одномоментно везде указания даются всех подчинить в единую структуру все контролировать дистанционно никуда ездить очень удобно камеры интернет все подочеты на всех везде оцифровать и так далее чтобы вы понимали вот и таким образом и наши создатели нам не дадут не дают знаний и те кто нами управляют не дают то есть когда мы уже доходим до код определенного уровня развития допустим из 3d переходит многие в 4d этим люди открываются другие знания другие возможности появляются другие энергии другое понимание и люди уже по-другому мыслят видят мир другими глазами то же самое питание то есть то что нам дают это не то что нужно нашему организму и это все подается по таким соусом и люди постепенно в это не вникают не читают что покупают и так далее то есть на себе это множество раз было проверено куча всю жизнь на себе ставлю какие-то эксперименты по питанию и положительные негативные эксперименты вот это все вот я периодически рассказываю на канале раньше чаще рассказывал это очень важно понимать а медицина это вообще отдельная тему про нее вообще сейчас особо но не расскажешь сами понимаете это все запрещено поэтому при духовном развитии при работе своим внутренним миром при развитии способности интуиции когда вы расширяете сознание когда вы легче понимаете вообще все это складывается было как пазла легче начинаете понимать события легче вырисовываются складываются пазлы в голове интересуетесь эзотерикой интересуетесь питанием интересуетесь там правдой жизни в кавычках возьмем вот и постепенно все пазлы начинают складывать эта информация нужна для того чтобы вы понимали в каком вы мире живете куда вы двигаетесь вот что происходит и как должно быть развитие вот когда мы начинаем говорить много духовном развитии нам постоянно ставят палки в колеса все социальные сети не желают продвигать духовное развитие это блокируется не дают рекламу там убирают там и так далее то есть если вы будете там рассказывать какие-то глупости там и так далее то есть вас удовольствием будут продвигать толкать рекламодатели будут приходить на ваш канал когда ты рассказываешь духовном развитии ты никому не интересен какие каналы тебя не продвигают, даже блокируют и так далее. То есть не путайте духовное развитие религиозное и духовное развитие истинное, настоящее. Потому что все-таки духовное развитие, оно тоже имеет ряд ступеней. Начинается с религиозных каких-то поисков, потом человек выходит за эти религиозные рамки, начинает мыслить гораздо шире, ему видится, что над религиями есть совершенно другое, потому что в каждой религии все равно какой-то бог, он все равно един, когда одно и то же называют разными именами и так далее. Существуют и космические законы, про которые очень много мы говорим, существуют и другие вещи, которые очень важны человеку, про которые нужно говорить. И вот таким образом мы живем в таком интересном мире, пробиваем дорогу. Многие люди такие, как мы, пытаются пробить дорогу, и не всегда гладко все получается, потому что и сам еще что-то до конца еще не понимаешь. И когда ты изучаешь все это, в голове постоянно складывается картинка мира. Но все равно мы сейчас поднимаемся выше, все равно все больше и больше говорят о духовном развитии, потому что целые страны, такие как Индия, например, и другие страны Востока, они развиваются, медитируют, занимаются йогой, говорят о духовном развитии, но все равно там много всего религиозного присутствует, потому что без этого людей сплотить невозможно. Когда каждый верит в свое, то очень сложно контролировать человечество и людей, и направлять в нужную сторону. Развивайтесь вместе с нами, смотрите побольше наш канал, предыдущие лекции пересматривайте, они тоже многие актуальны. Есть канал Хранители Знаний, это лично мой канал, Лабиринты Знаний, Телеграм-канал. И всегда мы можем вам помочь на консультациях, рассказать, куда вам надо двигаться, дать рекомендации. Порой рекомендации важнее, чем какая-то помощь, после которой еще может прилететь по полной программе, потому что люди не понимают иногда, что они делают. Ну и оказать естественную помощь. Всего самого лучшего и удачи!